Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Сегодня мы с вами слышали Евангелие от Иоанна, начало 17 главы. Вчера же слышали на вечерней службе Евангелия от Иоанна 10 воскресное зачало. Я бы хотел сначала поговорить о вечернем Евангелии. Там, где Иисус уже воскресший идет и обретает апостолов, стоя на берегу. И один из них, Иоанн, как сказано, его же любляши Иисус, признает в нем Господа и говорит, это Господь. Остальные же изумляются, да, тому, что он пришел к ним. Но в чем суть, да, этих, я бы сказал, удивительных слов, да, когда один признал, да, в отличие от всех остальных. Он его действительно любил. И человек, который любит, он узнает другого, того, кого он любит, даже и в толпе. Даже и при каких-то весьма сложных обстоятельствах. Я не раз сталкивался с этим в жизни, да, когда, ну вот, например, был такой случай у меня. Один прихожанец, которым мы очень тесно, дружине, скончался, он сгорел заживо в доме. И вот внук его, а ему был всего год от роду, да, когда он с ним еще виделся. Внук его играет в машинки и откладывает их в сторону и говорит, это вот тебе. А его спрашивают, кому ты откладываешь-то? Говорит, вот же, дед стоит, да. Я ему откладываю, мы с ним играем. Любовь – это часть твоей души, которую ты оставил в другом человеке. И уж не узнать ее ты не можешь никак. Это и явление как раз подлинной любви, когда твоя душа подлинно находится в другом человеке. Это не фантазия, просто для некоторых это недоступно. Некоторым это невозможно. А тем, кого возможно, те и пребывают в ней. И вот Иоанн действительно настолько его любил, что узнал его сразу. Почему я начал свое слово сегодня с вчерашнего Евангелия? Ну, во-первых, вас вчера было раз в 6-7 меньше, да, и вы его не слышали. А во-вторых, оно очень точно перекликается с сегодняшним началом. Сегодняшнее начало как раз о той части души, которую Иисус оставил в своих учениках. Не о всем мире молю, но о тех, кого ты мне дал. Некоторые думают, да, если Бог всесилен, если Иисус, Сын Божий, тоже всесилен, то почему же Он всех сразу не спасет? А скажите мне, да, у кого-то сразу все получалось? Даже дворец и тот сотворил мир не за один день, да, а за целых шесть отрезков времени, в которые поместились миллиарды лет. Тогда о чем мы говорим? А уж дело любви, так это вообще невозможное дело, да. Отдать часть своей души в другого человека, и чтобы она там еще прижилась и укоренилась? Нет, это очень непросто. Люди часто ищут какой-то механизм. Им нужно как-то объяснить теории, как спасаться, и они думают, что они уже все поняли об этом предмете. Нет, не работает теория. Можно все учебники прочитать по богословию, но так никуда и не прийти. Вообще никуда. Это область таинственного, область непостижимого разума. А то некоторые пытаются препарировать чувства, препарировать таинства, и думать, что можно что-то разумно понять в них. Знаете, вот как вот взять живого человека, да, разделить его на органы и сказать, вот мы познали человека, а ты его соберя обратно из органов, сделай его обратно живым. Не получится. Так любое явление духовное, разобрав на запчасти, да, на буквы, на слова, обратно не собрать. Любовь – это нечто вроде огня, да, некий процесс горения, некий катализатор, который делает чудо явным, который показывает свет. И вот Иоанн Богослов действительно любил его. И это сразу становится понятным. Знаете, как вот сказка есть, по-моему, о Златовласке. Я детских сказок давно не читал, но вроде бы это сказка о Златовласке, когда в итоге царь не отдает ее замуж за Иржика и показывает ему всех своих дочерей и говорит, если ты найдешь ее среди них, тогда она твоя. И он все-таки находит ее, да. Да, не без подсказок, но сердце чувство в любом случае. Сердце – орган более важный в духовных делах, чем разум. То, что под силу разуму, под силу и твоему врагу, ибо он всегда основывается на логике и разуме. Но чувство врагу твоему не под силу. Просто лишь потому, что он лишен всяких чувств. Мы говорим, конечно, о враге рода человеческого. Все, что ты познал разум, он уже вперед тебя познал. Чувство, человек – это то, что невозможно прознать наперед. И вот он говорит, да не о всем мире молю, но о тех, кого ты дал мне. Я в них вложил свою душу. Они были со мной рядом. Прошу о них, убереги их от злобы. Ибо они, как и я, не от мира сего, да? Раз моя душа не от мира сего, то и они теперь не от мира сего, потому что свою душу Я в них отдал. Никогда не читайте Евангелие вот так вот, да, глазами. Старайтесь как можно глубже прокопать эту тропу, да? И тогда все откроется, все станет понятно. Не о всем мире молю, да? Весь мир спасти даже у меня не получится, да? Вот о чем эти слова. И я знаю, что срок уже пришел. Что скоро разлучат нас, да? С учениками. Именно об этом Он говорит. И потому прошу, хотя бы их, убереги от злобы. Ибо доверяю Тебе самое ценное, что у меня есть в мире. Я больше ничего не успел взять от него. Только их. И он самый молодой, и в нем любовь проросла быстрее всего. Чем старше человек, тем он более уподобляется дереву, да? Все тверже его нутро, да? Он все больше недоверчив. Ему сложно что-то объяснить. Ему сложно что-то показать. Ему сложно что-то привить. Он требует все время каких-то объяснений, каких-то убеждений, утверждений, да? Молодым легче. Они принимают на веру скорее. Нет, конечно, при наличии чистого сердца. Но и Иисус-то говорит, веруя, что Ты мне их дал, что в них моя судьба. И никто от них не погиб, находясь рядом со мной. Это же тоже очень важно. Важно понимать, да? В этом-то и есть суть, да? Того, что мы называем пастырством. Не управлять другими, не помыкать ими, не реализовать на них свои какие-то замашки и детские комплексы. Нет. Уберечь их. Спасти. Оставить в них свою душу и уйти с миром. Вот что такое пастырство. Вот почему он себя и называет-то открыто. Пастырь добрый. Пастырь добрый. Пастырь добрый и живет в нем своей душой. Пастырь добрый отдает свою душу овцам без кнута. Ему не нужна власть. Они и так видят и слышат, потому что он не закрывает им глаза. Не нужно слишком просто воспринимать, да? Написанное. Примитивно. Упрощенно. Сегодня очень любят упрощать людей. Весь мир живет в какими-то упрощениями. Оттого и идеология давлеет над верой, над доверием, над чувствами. люди теряют чувства. Им нужно что-то более простое. Что-то более примитивное. Какие-то клише, стереотипы. Чтобы просто не думать самому, да? Не напрягать свое сознание. Не напрягать свою душу. А ведь часы тикают, да? И кому ты оставишь свою душу, то и произойдет с ней. Нужно это понимать. Успеешь раздать, она будет жить и дальше. Не успеешь, да? Это как вот сеятель, да? Вышел, а опоздал сеять зерно. И куда теперь? Никуда. Поздно. Вот скажем, да, это одно из страшных, я бы сказал, один из страшных сценариев, которые могут произойти с человеком, да? Когда он все уже понимает, а сделать ничего не может. Все читал Евангелие, учил других, потрясал одними книгами, да? Я обзывал их грешниками. А оказалось, что все проще гораздо. Нужно успеть раздать свою душу, посеять семя в других. А поздно. И добро становится никому не нужным, потому что добро по расчету не живет. Добро – это всегда чудо. Чудо, которое невозможно объяснить логически. Враг рода человеческого живет исключительно благодаря знаниям и логике. Потому что все, что мы знаем, он уже вперед за нас решил. Добро и любовь – это вопреки знаниям, вопреки логике, вопреки всякому пониманию. И потому у некоторых это вызывает сильную злобу и неприяльность. И потому Иисус предвидеет и говорит, да? Убереги их от злобы человеческой и нечеловеческой. Потому что меня ненавидели и их возненавидят. Просто в силу того, что они чужие в этом мире. Они смогли поверить то, во что никто не поверил. Вот о чем это Иоанн. И потому читаю их, как бы сказать, одно за другим и вижу все одно. Иоанн, он же и написал это все, да? И о себе написал, да? Что ученик, который любил его больше всех, да? Не таясь и стесняясь, он написал это о себе. Какой удивительно правдивый человек, в котором нет лести. Да, она и не нужна. Любящему лести нужна. Лести нужна кому, да? Вору, чтобы втереться в доверие. Лжецу, чтобы кого-то обмануть, да? А человеку правдивому, человеку смелому, любящему никакая лесть не нужна. Ему не нужно заискивать ни перед кем. Он и так знает цену своим чувствам. И потому раздает щедро налево и направо, чтобы хоть других этот огонь разбудил. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok